В этом году исполняется 95 лет нашему Каргалинскому району. И недавно состоялся брифинг Акима нашего района Рахата Садыкова перед журналистами. Там-то он и перерезал ленточку и как бы дал дробь, что-то... Дал старт выпуску этой книги. Расскажите, пожалуйста, о чем эта книга, про что она рассказывает, кто в ней герой и какие события описывает. Ну, как я уже сказал, в этом году исполняется 95 лет нашему району. И сама книга, само название этой книги «Годы и люди» говорит о том, что эта книга о людях, которые жили ранее в нашем районе, которые живут сейчас, их судьбах, перепятиях судеб. Поэтому... То есть, книга о том, чем люди занимаются у нас в районе, какие у них успехи, о гостях, которые были у нас в районе. Такую основную это занимает место, где наш район пребывал с официальными такими визитами глава нашего государства султан Абиш Назарбаев, депутаты различных уровней. Поэтому это история о людях района, живших и живущих сейчас, о их детях. Книга, она богато иллюстрирована фотографиями, она легко читается, легко смотрится. Поэтому... Ну, как я понимаю, да, практически на каждой странице здесь есть какие-то фотографии, какие-то иллюстрации, поэтому эту книгу может прочитать не только взрослый человек, но и любой ребенок может открыть, даже те, кто только начинает изучать вообще буквы, только знакомится с языком, только начинает читать, любой ребенок может просто посмотреть даже картинки и фотографии. Вот интересно, чем заполнена вот такая книга, сколько здесь... Ну, страниц, понятно, здесь более ста, как я понимаю, да? 300 страниц. 300 страниц, да? Чем заполнена, чем славится, чем особен вообще Каргалинский район, так что о нем можно было составить целую такую большую книгу? Что интересного в Каргалинском районе есть такого, что можно отразить в книге, кроме, я думаю, гостей, и тех, кто там жил, учился и работал? По долгу своей работы я очень много езжу по району. Я являюсь, ну, как бы хобби у меня фото. Я со школьной семьи с Камии занимаюсь фотоделом. Поэтому за вот эти 15 лет, которые я живу в Батамше, Каргалинском районе, у меня накопилось большое количество фото и видеоматериалов. Потом, где-то в 2010 году, я посмотрел на вот этот весь свой архив и подумал, нужно их упорядочить. Большую помощь мне в создании этой книги оказала научный сотрудник нашего историко-карабельского музея районного Елена Петровна Еремина. Ныне она пенсионер. У нее очень такой богатый архив истории района. Потом, как вы знаете, в 90-х годах произошел такой отплыв, что ли, немецких граждан. Многие вот часто приезжают в район, ну, в основном в летнее время, и как вот такое ностальгическое это снимают, фотографируют и всегда вот спрашивают, а есть что-нибудь про район, а есть что-нибудь про наших отцов, там, матерей. Ну, это мне натолкнуло на то, чтобы как-то создать, что, чтобы дети наши, внуки и вообще все молодое поколение знало историю нашего района. Поэтому как-то я взялся за эту книгу, она очень мне нелегко отдалась, но мне во многом помогали и старожилы, и Аким район нашел мне спонсоров, мы договорились. Сейчас вот первая ласточка, что ли, прежде чем создавать эту книгу, я, конечно, изучил многие наши районы, областные подобия, энциклопедии районов, и с каждой энциклопедии, с каждой книги я старался взять что-то новое, и я хотел, чтобы эта книга, она была интересна. Психологи говорят же, человек воспринимает 70% глазами и 30% только ушами, поэтому она будет интересна ученикам, учащимся, студентам, историкам, и мне кажется, каждая библиотека, районная, областная, должны иметь такую книгу, чтобы знать историю своего края, районного. Интересно, сколько уже экземпляров выпущено этой книги, и для чего она вообще предназначена, для продажи, или для библиотек, или как подарочная книга там специально в Акимате, вообще она коммерческая, это вообще идея затея у вас коммерческая, или же больше общественная? Нет, конечно, это совершенно не коммерческая идея, во-первых, я повторяюсь, в этом году 95 лет нашему району, потом, чтобы знать нашу историю района, чтобы, я говорю, она будет интересна всем учащимся, историкам, студентам, и я рекомендую, конечно, чтобы библиотеки города, районных центров имели такую книгу, и она как подарочная, в этом году 95 лет, их будет много гостей, она спонсирована частными фирмами, и поэтому таких больших расходов мы не понесли на него, но, как бы, скорее всего, как подарочные, и для библиотек района. Есть, вот, как правило, такие книги, книги, рассказывающие о каких-то определенных населенных пунктах, о каких-то областях, они делятся на две категории, первая, это в виде энциклопедии, и вторая, это в виде путеводителя. В каком виде у вас создана была книга, в виде энциклопедии, или же там рассказывают, например, о какой-то предприятии, и конкретно об этом предприятии, потом далее, вот, например, есть такая школа, дальше там про эту школу, как путеводитель, или же как энциклопедия, то есть по первым буквам, например, определенных названий. Нет, это что-то между энциклопедией, путеводителем, здесь дана хронология событий района, здесь рассказывается об известных людях, я постарался не упустить ни одну организацию, у нас много ТО, бывших колхозов, совхозов, у которых, допустим, у нас есть ТО Степное, это как бы один из их передовых хозяйств области и республики, поэтому здесь каждый ТО, каждое крестьянское хозяйство и организации я не обошел стороной, их обязательно здесь мы показали, то есть человек, даже, который никогда у нас в районе не был, просто даже пролистав эту книгу, он поймет, что чем у нас люди занимаются в районе, как говорится, что едят, какие соревнования, что поют, какие песни, поэтому она, как говорится... Она будет интересна для всех. Понятно, а что, вот я понимаю, что Каргалинский район, это один из самых живописных районов нашей области, то есть есть холмогор, есть леса, есть реки, разнообразен не только мир флоры, но и фауны, то есть животный мир. Чем интересно, интересно ли людьми Каргалинский район вообще, интересен ли историческими личностями и какими-то датами, которые вас лично заинтересовали, и, так сказать, открывая эту книгу, смотря на эту книгу, которую вы создали, о чем вы думаете, или о ком, о ком из героев, в которых вы поместили в эту книгу? Ну, хотелось бы сказать, что эта книга, опять же, создавалась, я когда писал историческую часть, составлял с Еленой Петровной Ереминой, то в основном район был заселен переселенцами. Сороковые годы, двадцать первые годы, вот книга «95 лет от района», с двадцать первого подбитые шестнадцатый год, его в основном поднимали как бы целину, что ли, это переселенцы с Украины, немцы приехали, это были туда как бы командированы, что ли, да, 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 поэтому здесь показана их судьбы, судьбы их детей, здесь мне просто интересно было, что даже сам Тарас Григорий Савченко был в нашем районе. Интересно, очень историческое событие. Да, да, здесь проходила какая-то, чем-то коснулась каким-то боком гражданская война, до сих пор вот у нас в селе Ащелесай нашего района в музее, в школьном музее хранятся некоторые даже какое-то оружие современного гражданского экспоната, находятся какие-то это, поэтому здесь, конечно, история района тоже есть, есть современные моменты, ну, как сказать. Ну, исторически, во всяком случае, исторически эта книга ценна, во всяком случае, для тех людей, кто собирается изучать этот район. Спасибо вам большое, Арман. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что в нашей студии был автор и составитель книги «Годы и люди», рассказывающий о Каргалинском районе Арман Бисикенов. Спасибо вам большое, Арман. Ну и думаю, что эта книга будет интересна не только тем, кто живет в Каргалинском районе, но и другим актюбинцам, кто хочет побольше узнать о своем крае. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин